Это глава Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана Камчебек Ташиев, один из самых влиятельных политиков в стране. Мы собрали несколько интересных фактов о Камчебеке Ташиеве до того, как он стал вторым главным человеком в Кыргызстане. Первое. Как и второй президент Кыргызстана Курманбек Бакиев, Ташиев уроженит Сузакского района Джалабадской области, то есть его земляк. Карьерный взлет Ташиева пришелся именно на Бакиевский период. Именно тогда Камчебек Ташиев впервые стал депутатом парламента. Кстати, в этом же созыве был и Садыр Джапаров, его будущий соратник. Ташиев и Джапаров тесно сотрудничали с командой Бакиева. Джапаров как уполномоченный Национального агентства по предупреждению коррупции, а Ташиев в качестве министра чрезвычайных ситуаций. После падения режима Бакиева обоих политиков обвиняли в поддержке связей с опальным президентом. Ташиев отвергал все обвинения и даже согласился пройти полиграф. На телепрограмме Азаттык Плюс. Ташиев не брезгает рукоприкладством говорят давно. Еще в 2015 году его обвинили в избиении соперника на выборах в парламент. Никаких увечий, тем более указанных в сообщениях о получении сотрясения мозгов, о получении сломанных ребр или каких-то других увечий, этот человек не было получено. Тогда Ташиева отстранили от выборов, но его партия все равно прошла в парламент. Стоит отметить, что партия под руководством Ташиева ни разу не проигрывала парламентские выборы, начиная с 2010 года. Но вернемся к кулакам. Драка перед выборами 2015 года, из-за которой его сняли с гонки, была далеко не первая его публичная потасовка. Еще в 2011 году, когда Ташиев был депутатом, он подрался с коллегой прямо в здании парламента. Тогда, кстати, досталось и Садыру Джапарову. В 2012 году Камчебек Ташиев попытался силой то ли захватить, то ли ворваться в парламент и повел своих сторонников перелезать через забор. Была ли это попытка захвата власти или нет, судить не нам, но на тот момент Ташиев мог зайти в парламент через дверь. Он был депутатом. А за перелезание забора осудили его и еще двоих его коллег. Кстати, тогдашняя тройка подсудимых, Камчебек Ташиев, опять же Садыр Джапаров и Талант Мамытов, в будущем станут главой ГКНБ, президентом и спикером парламента Кыргызстана. Это видео, как Камчебек Ташиев в коротких штанинах тушит горящее сено где-то близ своего села. А он, на минуточку, бывший министр чрезвычайных ситуаций. Так вот, за свою политическую карьеру Ташиев не раз смог предпринять какие-то действия во время чрезвычайных ситуаций, которые в конце оборачивались в его пользу. В 2010 году, во время конфликта на юге Кыргызстана между кыргызами и узбеками Ташиев с соратниками поехали, чтобы на месте защищать кыргызов. Никогда и не был националистом, и никогда и не собираюсь стать каким-то националистом или фашистом в других моментах. Я просто-напросто вышел, выхожу и защищаю интересы своей нации, интересы кыргызов. Позже, во время выборов, это помогло ему пройти в парламент. В 2020 году, на фоне беспорядка в Бишкеке и из-за недовольства Джиенбековым, Ташиев добивается освобождения из колонии Садыра Джиапарова, его старого друга и соратника, который сразу же становится главой страны. Камчебек Ташиев имеет амбиции стать президентом. Эти свои амбиции Ташиев никогда не скрывал. И было о них известно еще с 2010 года. Садыр Джиапаров даже писал об этом в своей книге. В 2011 году Ташиев официально баллотировался в президенты, но проиграл Алмазбеку Атамбаеву. На следующих выборах 2017 года Ташиев выдвинулся в президенты еще раз, но потом поддержал Сурунбая Джиенбекова, кандидата от власти. В это время Джиапаров был в тюрьме, и Ташиев пытался выторговать свободу для своего соратника. Президенте вы говорите, что если вы выращиваете, то я выращиваю в бюджет. В этом случае мы садырдан сураном выращиваете в бюджет. Мы садырдан сураном выращиваете в бюджет. Но президент Сурунбая Джиенбеков так не помиловал садыра Джиапарова. И вскоре уже садыр Джиапаров сместил Джиенбекова и стал президентом. Планирует ли Ташиев стать президентом после Джиапарова? Пока что публично не озвучивается, хотя спекуляции есть. Госзавод Кыргыз Петролем Компани возглавил родной племянник Камчебека Ташиева. Это были факты о Камчебеке Ташиеве до того, как он пришел во власть в качестве главы Госкомитета нацбезопасности. После прихода к власти его жизнь менее интереснее не стала. Короче, есть о чем рассказать. И если это видео соберет полмиллиона просмотров, то сделаем продолжение. Так что подписывайтесь, ставьте лайк и делитесь этим видео. Субтитры подогнал «Симон»